Мы провели так называемый Совет Безопасности Освияжского района, где мы прописали, вот именно и проговорили тему, как мы будем работать в целях профилактики, в том числе и по решению тех проблем, которые сегодня остро стоят. Мы определили, что у нас ежемесячно будет день профилактики. Что это будет? Как вы будете? Это день профилактики одновременно, значит, сотрудники администрации, сотрудники прокуратуры, сотрудники Следственного комитета, полиции, значит, налоговые, там, Министерство обороны будут выходить во все образовательные учреждения Совет Безопасности района, школы, значит, в среднеобразовательные учреждения, значит, и, соответственно, проводить беседы по тому, чтобы не допустить происшествия преступления, доводить информацию негативную, которую у нас сегодня есть, в частности, борьбиться с несами, показать этот страшный фильм, который сейчас вытрезвит. Третье, наркомания, то, что касается вопроса тоже, ломка наркомана, есть такой сильный очень фильм, будем показывать, понимаете? То есть профилактические беседы в целях недопущения нарушения права нарушения, чтобы мы могли нашу молодежь каким-то образом немножко направлять в нужное русло с точки зрения права, соблюдения элементарных норм поведения и так далее, и так далее. Здесь нам жить, здесь расти детей, здесь образовывать семьи, и мы должны четко понимать, как в этом отношении будем вместе, скажем так, работать и не допускать вот этих вот моментов, связанных, значит, с профилактикой правонарушений. Это одна из форм. Вторая форма – это общественная организация. У нас сейчас их создаются, и вот, в частности, вот совсем недавно мы посещали вот клуб «Караван», где, соответственно, дети, здесь разная категория, соответственно, вот молодежи посещают, и уже вот есть для себя проведет лозер, так, например, игра, да, вот на Черном озере у нас сейчас вот мы по погодным условиям будем эти игры проводить. Далее. Мы приглашаем сегодня молодежь для того, чтобы вместе с нами не посещали ветеранов для Екатеринской войны. Год 75-летия, год памяти славы. И одновременно, совершенно справедливо, скажем так, вот решение губернатора назвать годом молодых. То есть вот синергия должна произойти между молодыми и ветеранами, чтобы вот молодежь видела, какой ценой досталась эта победа, какой ценой, давайте скажем, жизни достались вот эти вот трудные годы, и как они выжили, как они выжили в годы Великой Отечественной войны. И когда вот молодежь приходит, ветераны, свежие свидетели, рассказывают-то, я вот смотрю, что молодежи, знаете, вот совсем по-другому глаза начинают смотреть, это очень важно. То есть разные формы, методы хороши, значит, для того, чтобы вот каким-то образом убирать вот этот вот, скажем так, негатив со стороны, вот, значит, подростковой преступностью, да, вот создание этих группировок, там, и так далее, и так далее. Поэтому все надо в этом отношении нам проводить такое нормативное русло. Сложная работа, тяжелая работа, потому что это формировалось годами, вот, но тем не менее, вместе, сообща, все вот системно мы можем эту проблему тронуть и начать работать, взаимодействовать как раз все. Тут в группировки входят, наши дети, понимаете, это наши внуки, кто вот, и их увлекает каким-то образом. Вот, и потом мы очень сильно сожалеем, когда они начинают приступать к закону, и очень, не дай бог, там, начинают какие-то там другие негативные последствия, в год до суицида, понимаете, сталкиваюсь с этим, сталкиваюсь, и, к сожалению, вот родителям надо очень больно смотреть и, соответственно, вот это вот, скажем так, созерцать. Налья Хосянович, как в Засвияжевском районе отреагировали и подготовили школы после случая в 81-й школе, когда школьник напал с ножом на свою учительницу? Ну, мы сейчас достаточно часто встречаемся с директорами школ, вот, буквально совсем недавно мы провели совещание вот по школам Юго-Запада, вот, там проблема была по переполняемости первоклассников, у меня вот в кабинете здесь маршрут, безопасный маршрут следования школьников, вон, с левой стороны можно посмотреть, в микро районе Юго-Запада, вот, и, соответственно, случай, конечно, дикий, вот, я хочу сказать, что вот в то время, когда я был в Заложском районе, значит, мы потеряли двух подростков, вот, я один из первых, как раз вот, вот, пребывал вместе с бабушкой, которая воспитывала, значит, более 10 лет, вот, вот, и была такую маму для девушки, вот, конечно, трагедия сильнейшая, очень сильная, мы, соответственно, провели встречи на разных уровнях в школах, и с директорским сообществом переговорили, состоялся неприятный, жесткий разговор, потому что мы взрослые виноваты, в том числе, перед ними, виноваты, потому что вот эта ситуация, которая случилась в 81-й школе, вот, это, наверное, нам такой звоночек, что мы сегодня, значит, каким-то образом, может быть, недорабатываем, знаете, какую категорию, не совсем, вот, тех, кто ходит в группу риска, иногда, вот, мы, ну, вроде как, ребенок хорошо учится, там, да, вроде как, не нарушает дисциплину, да, в школе, ну, и было бы с ним, он нормально все, а вот другая категория, скажем так, которая в группу риска входит, вот, с ними мы работаем, а сегодня все чаще и чаще... Которые хулиганы, активные, да? Да, 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 а сегодня мы чаще и чаще, к сожалению, встречаемся вот с той категорией, что вот девочка хорошо училась, да, она на хорошем счету, случилось это в Масленицу, бабушке она сказала, что я после обеда, бабушка, с тобой мы чай попьем с блинами и так далее, понимаете, вдруг в один прекрасный момент, значит, бабушка приходит и, ну, такая трагедия, поэтому с этой категорией тоже нужно обязательно работать, понимаете, потому что интернет... А с помощью психологов? Ну, здесь, знаете что, здесь, наверное, комплексом нужно, но прежде всего, конечно, нужно с молодежью разговаривать. Сегодня, к сожалению, вот эта проблема, такого, дефицита общения, тогда, когда молодежь больше переписывается по, значит, сетям, по контактах, там разных, значит, аккаунтах, но живого общения нет, они боятся встретиться вживую, вы понимаете, вот, значит, как это было всегда, во все времена поговорить, пообщаться, в конце концов, вот, вместе погулять, вы понимаете, то есть живое общение сегодня это дефицит, поэтому мы сейчас вот в свежем районе хотим, чтобы вот в рамках молодежных организаций, да, в рамках, вот, значит, создания вот таких игровых форм, чтобы между собой подростки общались, чтобы они вживую, вживую, скажем так, взаимодействовали, значит, ну, и каким-то образом какие-то чувства появлялись, какая-то синергия, понимая, есть элемент влюбленности, почему бы нет, мы все через это проходили, поэтому вот это очень важно, чтобы вот именно заставить людей, не заставить, точнее, попробовать их, чтобы они почаще вживую общались. Дети-то хорошие, общаюсь с ними, я вот совсем недавно, буквально на днях, был на ЭК-уроке в 33-й гимназии, очень интересно, то есть, в чем суть ЭК-урока? Они обсуждали проблему 89-го федерального закона, закон, так называемый, о чистоте, больше ему как мусорный закон называется, понимаете, очень интересные идеи, в том числе рассказывать, как, значит, там, во дворе у них этот раздельный сбор мусора идет, да, как там решается вопрос по сбору пластики, макулатуры, одновременно они собрали большую громедную машину макулатуры, вы понимаете все, на эти деньги, которые они, скажем так, получают, потом в перспективе они покупают, значит, вот овес и отвезли куда-то, к конному клубу, к кентавру, соответственно, такой жест добрый, более отвезли вот эту вот, скажем, вот эту, значит, корму, и они очень довольны были, понимаете, то есть от того, что они сделали добро.